Всем привет, дорогие друзья, с вами Электа Бест, добро пожаловать в новое видео, и это очередная часть соло-ловушки. Пролетел я в К8 вчера, простоял под счетом целый день, ничего не прожимал, и вот сейчас попробую кого-нибудь забайтить, ну тех, кто использует ботов. К8 это очень жесткий гос, здесь семья SSQ, все их союзники, и они еще против кого-то воюют. Тут гильдии, ну, 10 как минимум, вот, которые могли бы прилететь и сделать на меня такой жесткий соло-гангбэнг. Вчера проходила КВК, к сожалению, мне не повезло здесь с госом, попался гос, где топ-1 гильдия 40 миллиардов силы. Ну, дальше, наверное, ничего рассказывать и не надо, да? То есть там не было ни одной потенциальной цели, то есть некого было приманивать, ну и в итоге я часик постоял без счета, там полетал, около фортов что-то поделал, там вообще никого не было из вражеского госа, мой гос на меня не среагировал, и в итоге вот так вот КВК и закончилось. Ну чё, выходим из-под счета, в этом госе, конечно, выходить на запал это очень рискованно, но ничего не поделаешь. Четыре часа ждать не особо-то и хочется, тут, к сожалению, 10-минутных счетов нет, их там когда-то раздавали, вот они бы, конечно, пригодились. Но здесь их нет, поэтому снимаем запал вот этим вот не очень приятным и рискованным способом, но надеюсь, что кто-то быстро прилетит. Вот, обычно так всегда происходит. Кстати, почему-то я стою на оранжевом сете, лол, окей, я, похоже, его поменял, когда ушел в АФК на КВК, да, чтобы меня никто не атаковал, я просто стоял без счета, мне там надо было куда-то отойти, а у меня был запал. То есть я подсчитывать и не мог, в итоге просто поменял сет, поставил контрразведку, я был уверен в том, что на такой сет никто в соло точно не пойдет. Если был бы сбор, то там бы пришло уведомление, и я бы зашел в игру. Да, это было так, поэтому, 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 поэтому сетик у меня стоял до сегодняшнего дня целый день. Но, тем не менее, вот прилетает товарищ из гильдии ДВК, на кой я фаланге стою? Ну, давайте на стрелковом клине пока что останусь. Ммм, что у него по сету? Сет пока что не военный, прикиньте, начнет сбор. Вот это будет супер странно, если вот такой вот паренек, 700 миллионов киллов, начнет на меня сбор. Так, ну я поставлю пехотную фалангу, будем батить на кавалерийскую атаку. Так, сейчас отключу уведомление на телефоне, чтобы смс-ки не приходили. Так, секундочку, все, сделано. Ага, пробил меня. Пехота в пехоту. Причем, ну слушайте, довольно-таки больно пробил. Так, этот не пробил. Ну и, кстати, получается, не растворился, да? Давайте захилюсь пока что, вот так вот. Он вышел. То есть, смотрите, он вышел. Он постоянно выходит на невоенном сете, то есть сложно понять, что это будет за атака. Я не знаю, успел ли он прокликать мой сет, но, скорее всего, успел. Там еще кто-то на меня шел издалека. 800 солдатика выжило. Давайте вырубим бустик на атаку 20%. Я не знаю, почему он первой атакой пошел пехами. Окей, этот паренек улетел. Ну, скорее всего, все, потому что я стою, дымлюсь. Меня можно через батажа спробить и узнать, что я в сети. Б2В еще на меня выходил. 200к Т4. Лол, окей. Я здесь поставил пехотную фалангу, а не кавалерийскую, потому что не хотел палиться, что я в сети. Я здесь даже сет не менял. Ну, видите, пехи в пехов бьют тоже довольно-таки неприятно, но... Фигня. 170 тысяч войск пошло в основном в святилище. Там чуть-чуть гроба. Чего страшного нет? Меня, конечно, удивило, почему я не смог съесть кавалерийскую атаку. Это уже другой вопрос. Вот, кавалерийская атака. Т5 плюс Т4. Я принимал на стрелковом, так понимаю, клине. Он, кстати, на пехотной фале проаттачил. Но, тем не менее, выжил. Там все осадки у него вышли или только половина? Ну-ка, по-моему, все. Да, все осадки выжили. То есть он вышел с запасом. Не хватает такого количества войск? Не хватает. Обидно. Я думаю, что больше никто ко мне не прилетит. Можно, конечно, еще постоять. Минуток 10. Когда закончится запал, просто уйду под щит. Но ничего. Так вот буду потихонечку собирать куски для полноценного ролика. Ну и вот вторая попытка кого-нибудь поймать в Восьмом Королевстве. Прошел примерно день. Вот стою под щитом. Сменил никнейм. Сменил стиль замка. Также поменял гильдию. Подал заявки в 10 рандомных закрытых гильдий. Приняли вот сюда. Так что давайте долго тянуть не будем. Сразу же начинаем сбор. Снимаю щит. И начинаем ждать. Возможно, в этот раз прилетит кто-нибудь посильнее. И даже может быть не один. Так, найти бы замок без щита, чтобы начать сбор. Не так уж и просто это сделать в данном королевстве. Гост очень жесткий. А, ну давайте начнем сюда. Пофиг. 2 миллиарда силы игрок. Начнем и распустим. Никто даже сбор этот не увидит. Ну и все. Начинаем ждать. Как только подлетят, так сразу видео продолжится. Так, а вот и первый гость. Гильдия КМ. 2 миллиарда 200 миллионов силы. Ну я даже не знаю, что сразу с лидером пойдет. Или будет тестить фалангу. Или может быть сделает сбор. У него 3 миллиарда 700 миллионов киллов. 3 700, ребята. Я почти уверен, что он пойдет сразу. Пехотную фалангу поставим. Это он тестит фалангу. Ну и далее я поменяю на стрелковую. Будем ждать его кавалерийскую атаку. Ну скорее всего он кавой пойдет. Так, я его принял. Но вроде бы как не растворил. Он выжил. Смотрите, он выжил. Что у него было по сету? Давайте посмотрим. Сет кавалерийский. Поменяю пока что фалангу на кавалерийскую. Хотя не знаю. А вдруг он сейчас пойдет не кавой. Надо бы врубить бустик на атаку. 20 процентов. Ну шмот там неплохой. Но опять же не самый лучший. Он выжил чисто на осадках. То есть все-таки 2 миллиона войск блин мало. Пехотный сет поставил. Я поставлю пехотную фалангу. Потому что возможно это будет стрелковый. Так, мне кажется он будет меня пытаться переиграть. Мне почему-то так кажется. Не знаю, могу ошибаться. Я пока что не хиру больки. Чтоб не спалиться. Да, это стрелки. Это были стрелки. Я даже не менял сет. То есть стрелков я съедаю, потому что много пехоты Т2. Очень много пехоты Т2. Так, что у нас тут? Тут соляночный сет. Идет тестить фалангу. Ну окей. Я на пехотной встретил. Сейчас будем ждать реальных атак. Ну видите, весело, слушайте. Но у меня 10 минут запало. Ну кстати, теперь работает буст от тюрьмы. Так, сел, не сел. Сел. Отлично. Второй сел. Этот шел пехами. Давайте отхилимся. Живем. Слушайте, контент попер. Этот вот чел сел. Окей. Я не знаю, видели ли они мой военный сет. Не увидели. Но сейчас скорее всего начнется сбор. Ну я не успел поменять. Но он возможно сел, не знаю. Нет, он выжил. Окей. А сейчас... И сейчас выжил. Кстати, кто-то меня там пробил. Кто-то меня там пробил. Так, этот не пробил. И эти не пробили. Окей. Так. Окей. Этот сел. Хорошо. 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 Ну пытаются, слушайте, пытаются Что-то со мной сделать Но пока что не особо у них получается Вот этот жестко меня пробил Было больноватенькое Надо будет посмотреть потом на отчеты Но пока что, видите Пока что как-то так Может быть казнить для буста алтаря Но вряд ли это мне что-то сейчас даст Они выживают, мне кажется, чисто на осадках Ну да, если ты не контришь атаку То будет больно Тут, кстати, местечко освобождают Видимо, для своего товарища Сейчас пойдут на меня гэнгбэнгом Тут стрелковый сет, смотрите Тут пехотный Вот блин Тут пехотный Существует фạcuцал Тут,跟你 сутки Это пехотный Устанет Здесь, кем-то Тут, кем-то Трелефон Трелефон Тут и перетим Их там улажен Трелефон 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 живем пока живем мне кажется сейчас луками пойдут блин начал сбор но это же не интересно у какой сбор у чего ребята какой сбор это кто был кролик сканет но что-то как-то безуспешно но не на стрелковых сеток состоят ждут шестнадцать минут им идти семь минут пять минут три минуты три минуты их сбор уйти осталось они прожали там примерно 7 ковриков 25 процентов конечно что полностью дожимать не будут дожали супер дожали ковры я ушел под щит ну чё смотрим на отчеты вот кстати единство ранса нет где-то где-то я проиграл вот это стрелки наверное были нет это была пехота а нет это вообще не то это вчерашние отчеты надо сегодняшний так вот сегодняшний отчет здесь тест осадок тут пошла на меня кого кого я принимаю на стрелках все как и полагается в итоге 250 осадок из тысячи выживают 250 осадок из тысяч окей дальше ловлю лидеры это были стрелки в пехотную фалангу т4 плюс т5 кстати урон довольно таки существенный по пехоте прошел это тестировочная атака из осадок 5 я принимаю на пехоте далее снова потерянный лидер б2в шел пехота и я принял его на кавафале кавалерийская фаланга вот такие вот фамильяры все есть и заяц и вивиан двигаемся дальше вот здесь вот было близко к пробитию это был черно крыл чернокрыл но кстати не полностью вкачанный 53 процента только убивает сто восемьдесят шесть солдатиков я потерял это кстати опять же кава кава я принимаю на стрелках в итоге даже немножко ты четвертых смотрите задели но ты четвертые пошли в больнице что самое веселое это вторые пошли в гроб это чернокрыльчик вот такой вот залетел я не смог съесть ту атаку вот еще одна кава снова принимаю на стрелках и это кава выживает 500 осадок из тысячи здесь осадок выжило чуть побольше чем в первую атаку вот собственно то где меня пробили не успел я сориентироваться не успел ничего поменять в итоге лишился здесь какого-то количества т4 но это все пошло в больницу вот видите я это потом сразу же захилил то есть всего лишь я потерял 300 ну 400 тысяч т2 то есть тут они спасли своих лидеров и это хорошо потому что эти ребята которые вернулись пошли на меня дальше и контент продолжился снова кава снова ничего она мне не сделала просто чуть-чуть поцарапала мои т2 кстати урона в этот раз мало по мне 500 осадок снова выжили и вот лидер потерян это кстати пехи в луков пехи в луков и он остался ну видимо слабоватенький товарищ пехи в луков то есть даже гроба мне не сделал тут почему-то неполный марш 349 тысяч видимо пехи у него там т5 закончились или еще что-то но у него кстати по фамам все в порядке все фамильяры полностью вкачаны есть и вивиан и кролик и пехотный сет там тоже вроде был неплохим ну короче вот так вот смотрим дальше дальше снова удача я кого-то растворяю но не совсем не совсем выжили осадки причем даже выжили т5 е то есть туда раствора было далеко но у меня уже не так уж и много войск оставалось потом я достал из больницы следующую атаку принимаю с тремя миллионами 700 тысячами это даже достал еще части святилища но видите не хватило кого снова выживает 500 осадок из двух тысяч выходит странноватенькая снова победа это пехота в кавалерийскую фалу в кого фалу вот так вот пехота 300к урона вносит по т2 и выживает 1000 осадок все осадки выжили то есть до них даже дело не дошло кстати похоже распрощался почти со всей пехотой с которой хотел изначально распрощаться вот это у нас кава опять в луков видите я фаланги прям четенько менял очень красиво все сделал это луки с кроликом вот так вот пехи луки луки убились 150к болик ну и на этом все закончилось пусть дальше полетели фамы фамы и сбор вот так прикольно все ребята всем спасибо за просмотр этого ролика ролик получился интересным насыщенным ставьте лайки подписывайтесь на канал и желаю вам удачи и всем пока до новых встреч